На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники. За январь-октябрь 2019 года 930 преступлений против 305 за этот же период прошлого года. Больше всего преступлений зарегистрировано в Гомеле 491. Статистика пополняется. О новых видах махинаций в сфере интернета и способах защиты от них расскажет Вероника Гомзюкова. Во время больших ноябрьских выходных местные следователи возбудили ряд уголовных дел. Неизвестные звонили гомельчанам и представлялись работниками одного из банков страны. Затем сообщали историю, что якобы на имя пострадавших оформляют кредит, либо пытаются списать с их карты деньги. Для сохранения финансов запрашивали данные банковской карты, номер, срок действия и трехзначный CSV-код, а также личный номер паспорта, чтобы перевести их в сейфовую ячейку банка. Мол, так безопаснее. В результате доверительной беседы люди лишались своих сбережений. Вечером позвонил, представился сотрудником банка. Мужчина, очень приятный голос, все, и говорит, подтвердите, пожалуйста, данные на вашу заявку. Кредит на 5000 белорусских рублей. Спросил всю ту же информацию, что и в колл-центре оператор выясняет. Единственная разница у них была. Мошенник спросил личный номер паспорта. Но это уже потом я выяснила. Кто, что, какую информацию выясняет. В результате с карты списалась в три этапа 1780 белорусских рублей. Девушка отмечает, что во время общения с похитителями у нее даже не возникло подозрений. В конце беседы мошенники сказали, что сбросят смс-кой логин и пароль до новый счет в течение 10 минут. Но по прошествии времени ничего не пришло. И только тогда гомельчанка позвонила в банк. По ее словам, оператор спустил ее с небес на землю. Это были мошенники. Звоните в милицию. Екатерина написала заявление. Сейчас она надеется вернуть свои средства. Сами понимаете, просто так ущеб не возмещается ни от того, ни сего. Когда установлено лицо, установлены все обстоятельства, правоохранительные органы направляют материалы, судебные органы. И там принимается решение. Вообще по законодательству возмещение ущерба возлагается на то лицо, которое причинило. Или юридическое, или физическое. Вот когда именно все эти действия совершены, тогда и принимается решение. Но если проще сказать, кто совершил деяние, тот и возмещает ущерб. Это один из распространенных методов снятия денег мошенниками с карточек клиентов. Второй метод – это когда при помощи методов социальной инженерии клиенты выдают мошенникам смс-коды, которые им приходят из банка на их мобильный телефон. При помощи этих кодов мошенники заходят в интернет-банкинг нашего клиента, систему дистанционного банковского обслуживания. И уже потом от имени клиента тоже производят переводы денежных средств и снимают практически все деньги с карточек. Что касается телефонных номеров, с которых звонят мошенники, то есть два варианта. Например, когда номер представляет собой набор ничего не значащих цифр. В этом случае можно даже определить, что это нелегальный звонок. Либо мошенники пользуются специализированными компьютерными программами, которые эмулируют номера, и у клиента может высветиться даже номер, тот, который указан на сайте банка. То есть, как бы, ничего не подозревающий клиент может попасться на подобную уловку. За последние три года рост киберпреступлений очевиден. Если в 2017 году по Беларуси зафиксировано более 3000 преступлений, то в 2018 уже свыше 4700. Что касается Гомельской области, то уже за 10 месяцев этого года совершено 930 преступлений против 563 преступлений за весь 2018 год. Наиболее распространенные киберпреступления – это хищение путем использования компьютерной техники, несанкционированный доступ к компьютерной информации и компьютерный саботаж. Расширение количества пользователей в сети интернет, а также различных приложений, это электронные кошельки, разные сервисы по переводу с карточки на карточку и всему тому подобное. В настоящее время управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области разрабатывается ряд мер, направленных на активизацию работы всех субъектов профилактики, усилия которых, по нашему мнению, должны в первую очередь быть сконцентрированы на информировании всех слоев граждан о негативных последствиях и возможных рисках предоставления персональных данных третьим лицам. К слову, сейчас по всему миру действуют разные хакерские площадки. На таких ресурсах мошенники обмениваются вредоносным программным обеспечением. Деятельность одного из таких сайтов сотрудники МВД и Следственного комитета остановили в августе этого года. Интернет-площадка насчитывала более 28 тысяч активных подписчиков. Каждый день на ней размещались советы для взлома различных компьютерных систем. Выкладывались платные и бесплатные программы для этих целей. Троянки, логеры, стилеры и ратники, вредоносные ПО. Вирусы предназначались для взлома компьютерных систем, скрытого заражения компьютеров, как обычных пользователей, так и предприятий, получения удаленного доступа, а также похищения конфиденциальной информации и списания средств с банковской карточки. Знакомы для белорусских оперативников и программы-шифровальщики. Чаще всего их присылают по почте. Человек открывает письмо, и вирус попадает в сеть и шифрует данные. Чтобы убрать вирус, злоумышленники просят выкуп. Что касается банковских карточек, то здесь все проще. Не давайте кому-либо личную информацию. Если что-то нужно узнать у клиента, работники банка пригласят вас на личный прием, где и уточнят всю необходимую информацию. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, Павел Антонов. Специально для программы «Дефакто».